Звездные сутки И так значит земля не охлаждается Далее, если бы внутренняя теплота земли имела влияние на температуру ее поверхности То с предполагаемым охлаждением земли и климат должен был бы делаться холоднее Между тем перемены климата не замещаются Арагу на основании того, что в долинах Палестины, которые наименее потерпели перемен От рук человека синики и виноград росли и зрели как при Моисее, так и тысячу лет спустя На основании этого заключается, что в промежуток этих двух эпох климат Палестины не изменился Далее, астрономы говорят, что рот человеческий может исчезнуть с лица Земли вследствие столкновения в последней с кометой Даже прохождение Земли через кометный хвост многими астрономами признавалось достаточным Для того, чтобы жизнь на Земле угасла совершенно Если бы хвост какой-нибудь кометы, говорит Григорий, или какая-нибудь часть материи, которая образует этот хвост, разбитая в небесах, упала бы сюда, в нашу сферу, приблизилась к нашей Земле То испарение ее причинили бы изменения очень чувствительные для животных и растений Ибо очень вероятно, что пары, принесенные из стран отдаленных и столь чуждых, и произведенные величайшим жаром Были бы пагубные для всего того, что находится на Земле И причинили бы самые ужасные бедствия Но, как показывает новейшее наблюдение, мы не должны особенно бояться столкновения с кометой или приближения ее к Земле Теперь доказано, что самая сильная комета, не извергнувшись на нашу Землю, доставила бы последней не более вреда, чем сколько причиняет муха, ударившаяся на несущийся локомотив Более представляет вероятность и гипотеза о погибели Земли от огня внешнего Кроме указанной уже выше возможности столкновения или сближения Земли с кометой Мы можем опасаться того, что наша планета при своем движении по мировому пространству попадет в страну, очень жаркую Или же того, что наша планета приблизится к Солнцу и даже совсем упадет на него Есть еще много гипотез о кончине жизни человеческой на земном шаре Но самой вероятной гипотезой о прекращении человеческой жизни на Земле есть гипотеза, по которой эта жизнь погибнет вследствие истощения животворной силы Солнца Солнце есть сердце мира, совершенно верно сказал один древний астроном А с прекращением деятельности сердца прекращается и жизнь во всем организме Но может ли этот источник тепла и света погаснуть? Глава 13. О спасении души Мысли о спасении души Как зло делать, так и добро не делать грех есть Тихон Задонский Не делать добра, потому только что от того может произойти нечто неблагоприятное Значит отказываться всегда делать добро Сколько трудов переносит человек для выполнения грешных желаний своих Каким тревогам, каким мукам подвергаются искатели счастей и славы Каким изнурительным трудам подвергает себя, кто хочет богатеть более и более Ах, если бы для Бога угождение Господу подверглись таким же трудам, каким подвергают себя в угоду страстям То какой высоты совершенства духовного достигли бы? Хочешь ли без труда творить добродетель? Рассуждай о труде, что он временный, а о награде, что она вечная Нил Синайский Нужно всегда начинать с малого, чтобы быть способным делать великое Чем более, кто приближается к Богу, тем более видеть себя грешным Ава Дорофей Пока человек не предстанет на суд Божий, не услышит решительного о себе определения И не увидит присужденного ему места, до тех пор он не может знать, угоден ли он Богу или нет Ава Исаия Пока ты находишься в теле, не будь беспечен И никогда самому себе не верь, хотя бы чувствуй иногда свободу от страстей Иногда Ибо враги с лукавым намерением на время прекращают нападения свои Чтобы мы ослабили ревность свою Тогда они бросаются на нас неразумных Схватывают бедную душу, как малую птицу И ввергают ее в грехи более тяжкие, чем те, об избавлении от которых она прежде молилась Ава Исаия Забвение добрых своих дел есть самое безопасное их хранилище Златоуст Добрые дела ценятся по намерению Амвроси Делай то, что достойно награды, но не ищи ее Глава и сущность, можно сказать, душа всех добродетелей, есть любовь Без которой ни пост, ни бдение, ни труды ничего не значат Дьявол всему может подражать в человеке Назовем ли пост, и он ничего не из бдения Но и он никогда не спит и всегда рыкая ходит Только одна любовь и смирение не подражаемы для него Блаженный Августин Притча о спасении Что нужно делать, чтобы спастись? Твори благо, бегай злого, спасен будешь Сказал святитель Воронежский Митрофан Иначе Люби добродетель, бегай порока Пространние Знайте и сердцем содержите все, чему учит святая церковь И приемля благодатные силы через таинства и возгревая их через все другие священодействия церкви Идите неуклонно путем заповедей, предписанных нам Господом Иисусом Христом Под руководством законных пастырей, учителей церкви Уклоняясь от всего противного всему и несомненно спасетесь Достигните царства небесного Это всякому известно Следующее сказание еще более пояснить дело Один глубокий старец, живший в уединенной пустыне, впал в уныние И тьма помышлений начала сокрушать душу его, внушая ему недоумение Правильно ли идет он? И есть ли надежда, что труды его увенчаются, наконец, успехом? Старец сидел, поникший головою, сердце ныло Но очи не давали слез Сухая скорбь томила его Между тем, как он так убивался горем, предстал ему ангел и сказал Что смущаешься? И зачем помышления входят в сердце твое? Не ты первый и не ты последний идешь путем с ним Многие уже прошли и многие идут И многие пройдут в светлые обители райские Ступай за мной, я покажу тебе разные пути Какими ходят сыны человеческие Равно как и то, куда приводят сии пути Смотри и вразумляйся Повинуясь мановению ангела, старец встал и пошел Но едва сделал несколько шагов вперед, как стал вне себя И погрузился в созерцание дивного видения, которое открылось умным очам его Он видел по левую от себя сторону густой мрак, как стену непроницаемую Внутри которого слышал шум, тревогу и смятение Сматриваясь внимательно во мрак, увидел он широкую реку По которой волны ходили взад и вперед, вправо и влево И кто-то всякий раз, как мелькала перед очами его волна Как бы на ухо внятно произносил старцу Это волна неверия, беспечности, холодности Это не милосердие, разврата, взяточество Это неги, забавы, зависти, раздора А это пьянство, нечистоты, лености, неверности супругов и прочее И всякая волна поворачивала на себе перед ним несметное множество людей Поднимала их из реки и снова погружала вглубь ее В ужасе старец воскликнул Господи, уже ли все сие погибнуты, нет им надежды спасения Ангел сказал ему Смотри далее и узришь милости правду Божию Старец взглянул еще на реку И увидел ее во всей широте и по всей долготе своей Покрытой малыми ладьями В которых сидели светлые юноши со всякого рода орудиями Ко спасению утопающих Они всех призывали к себе Иным подавали руки, другим спускали жерди и доски Тем бросали верви А иногда погружали вглубь багры и крюки Не ухватится ли и там кто И что же Редкий рветкий откликался на призывный голос их И еще менее было таких, которые пользовались Как следует подаваемыми ими орудиями спасения Наибольшая же часть с призорством отвергали их И с каким-то диким услаждением погружались в реке сей Издававший тщат, смрад и гарь Старец простер взор свой вдоль реки И в конце я увидел бездну, в которую низвергалась она И юноши в большом количестве стремительно плавали в ладьях туда и сюда У самого края бездны, заботливо подавая помощь всякому Но несмотря на то, каждую минуту на каждой точке реки целые тысячи людей вместе с рекой извергались в бездну Оттуда были слышны одни стоны отчаяния и скрежетания зубов Старец закрыл лицо свое и зарыдал И был к нему голос с неба Горько, но кто виноват? Скажи, что бы еще мог я сделать для спасения их, чего бы не сделал Но они с ожесточением отвергают всякую подаваемую им помощь Они отвергнут и меня, если я не зайду на помощь к ним в самые безотрадные места их страданий Успокоившись, несколько старец обратил отчество и на правую сторону, к светлому востоку И утешен был отрадным видением Те, кои, внимая зову светлых юношей, подавали им руку или хватались за какое-либо спасительное орудие Были извлекаемы ими на правый берег Здесь принимали их другие лица Вводили в небольшие стройные здания, рассеянные в большом количестве по всему протяжению берега Где обмывали их чистой водою, облекали в чистые одежды, опоясывали Обували, давали посох и подкрепив пищей Отсылали в путь далее, к востоку Заповедов им не озираться вспять, идти без остановки Внимательно смотреть под ноги И не пропускать ни одного подобного здания Без того, чтобы не зайти в него И не подкрепить себя в нем пищей и советом от тех Чьему попечению верены сии здания Равно как и все заходящие в них Старец провел глазами по берегу и увидел Что на нем протяжении его готовятся в путь эти избавленные На лице всех отпечатлевалась радость и воодушевление Видно было, что все они чувствовали особенную легкость и силу И с некоторой неудержимостью устремлялись в путь Первые стадии которого усеяны были приятными цветами Старец обратил потом взор свой далее к востоку И вот что ему открылось Приятный луг оканчивался невдали от берега Далее начинались горы, лежавшие хребтами в разных направлениях Они шли то голые и утесистые, то покрытые кустарниками и лесами Поднимаясь все выше и выше и пересекаясь пропастями Повсюду по ним видны были путники, труженики Иной карабкался на крутизну, другой сидел в утомлении или стоял в раздумье Тот боролся со зверем или змеёю Иной шёл прямо к востоку, а другой по костиному направлению А иной перерезал поперечным пути другим Только все были в труде и в поте, в борьбе и напряжении сил И душевных и телесных Редкий путник всегда видел дорогу Часто она совсем пропадала или раздроблялась на распутье В ином месте скрывали её туман и мрак В ином пересекала пропасть или крутой утёс Там преграждали её звери из Дубравы Или ядовитые гады из ущелий Но вот что дивно Повсюду по горам рассеяны были красивые здания Подобные тем, в которые принимаемы были В первый раз спасённые от воды Коль скоро путник заходил в них Как ему заповедано вначале То как бы он ни был измождён до того времени Выходил оттуда бодрым и полным сил Тогда звери и гады не могли выносить взора его И бежали от него Никакие препоны надолго не останавливали его И он легко и скоро отыскивал скрывавшийся каким-либо образом путь По тем указаниям, какие получал в тех зданиях Всякий раз, как преодолевал кто препятствие Или одолевал врага Становился крепче, выше и статнее Чем кто выше восходил, тем более хорошел и светлел К вершине горы местность опять становилась гладкой, светистою Но, вступивши на неё, скоро входили в светлый облак Или туман, из которого боли уже не показывались Старец приподнял очи выше этого облака И из-за него или из-за горы Увидел чудной неописанной красоты свет Из которого доносились к нему сладостные звуки Свят, свят, свят Господь Саваоф Старец в умилении пал низ И над ним звучно пронеслось слово Господне И так бегите, чтобы получить Поднявшись снова на ноги Старец увидел, что с разных высот горы Немалое число путников в разных местах Стремительно снова бежали к реке То молча, то с криком и хульными бранными словами К каждому из них и сверху, и снизу Обращаемо было воззвание «Остановись! Остановись!» Но гонимые какими-то малорослыми муринами Они не внимали остережению И снова погружались в смердящую реку Тогда Старец воззвал «Господи, что сие!» И услышал в ответ «Плод самочиния и непокорливости Бога учрежденному порядку» Тем видение кончилось Ангел, показывавший его старцу Спросил его, наконец, утешен ли? И Старец поклонился ему до земли Введение старца, взятое из одного древнего отечника Понятно само собой Река есть мир Погруженные в ней люди, живущие по духу мира В страстях, пороках и грехах Светлые юноши, владяющие суть ангела И вообще призывающие к спасению благодать Бездна, в которой низвергалась река с людьми Есть пагуба Красивое на правом берегу здание церковь Где через таинство, покаяние или крещение Обратившиеся грешники омываются от грехов Облекаются в одежду оправдания Припоясуются силой свыше И поставляются на путь ко спасению Восход на гору с разных затруднениями Разные труды в ощущении сердца от страстей Звери и гады, враги спасения Гладкая к вершине местность, умиротворение сердца Светлое облако, скрывающее путников, покойная смерть Свет из-за горы, рай блаженный Здания, рассеянные по горе, храмы божьи Кто заходит в эти здания на пути То есть принимает таинство И участвует в священодействиях и молитвословиях в церкви Пользуется светом и руководством пастырей Тот легко преодолевает все препятствия И скоро приходит к совершенству А кто самочинно отвергает их Не подчиняясь указаниям и советам пастырей Тот скоро падет И дух мира снова увлекает его Из сочинения Феофана Затворника, епископа Тамбовского Краткие правила Как душу спасать Покайся и обратись ко Господу Познай свои грехи И оплачь их в сокрушении сердца Пребывай в Боге умом и сердцем А телом трудись в исполнении своих обязанностей Обязательных дел Блюди сердце свое от худых помыслов и чувств Гордости, гнева, осуждения, пристрастия и прочее Всю жизнь твою принеси в жертву Богу И живи уже не для себя, а для Бога Творя одно угодное Ему Смиренно предай себя волю Божию И в терпении стой твердо В порядках спасительной жизни Подпоры для этого пусть будет у тебя всегдашняя забота О стяжании живой веры, надежды и любви Орудие такой жизни молитва, пост, бдение, уединение, труд Частое говение, чтение Слова Божия и прочее Огради себя страхом Божиим Помни последнее Смерть, суд, ад, царство небесное Более всего внимай себе, храни ум трезвым и сердце несмущенным Стяжи духовный огонь благодати Божией Чтобы он попалил терния страстей грехов твоих И насадил в сердце твоем семена добродетелей Так устройся и благодати Божией спасешься О пути ко спасению Кто хочет спастись, то должен принадлежать единой святой и православной церкви Быть ее верным сыном Во всем покорять все ее установлениям Как-то поститься, ходить в храм Божий Почитать духовных пастырей и т.д. Если кто не повинуется церкви Если кто по духу противления или гордости отделился от церкви То сколько бы он не клал поклонов Сколько бы не постился Сколько бы не молился Ему не спастись Господь сравнил неповинующегося церкви с едла поклонникам Если кто церковь прислушает Сказал он Да будет тебе, как язычник и мытарь А раскольник и еретик чужды смирения Как чужд смирений дьявол А потому они чужды спасения Как чужд его дьявол Некогда преподобному Макаре явился дьявол И говорит Макаре, ты много постишься А я вовсе не ем Ты мало спишь А я вовсе не сплю Одним только побеждаешь меня Твоим смирением Кто не смирился, тот не ученик Христов Тот не подчинился Иисусу Христу Истинное смирение от послушания Сказал святой Иоанн Лествичник Как и Господь Явил свое смирение тем Что был послушен даже до смерти И смерти крестной Без послушания церкви нет смирения Без смирения нет спасения Смирился я и спас меня Сказал пророк Кто хочет спастись То должен далее Хотя понемногу Но часто молиться Богу В будни молись Богу дома Если дела житейские и служба Не позволяет отправиться в храм Божий Утром восстава сна На ночь отходя ко сну Перед обедом, перед ужином В праздничные и воскресные дни Должно принимать участие В общественных церковных молитвах Великое счастье для грешного человека Что ему дано посещать церковь Божию Он может умолить Бога Чтобы Бог простил ему грехи И даровал спасение Давид был славный и богатый царь Был вместе и пророк Но одного просил у Господа Того только прошу у Господа Взыщу Чтобы жить мне в доме Господнем Во все дни жизни моей Иззреть мне красоту Господню И посещать храм святые его Святые отцы называют молитву Матерью всех добродетелей Потому что ей можно и спросить У милосердного Господа Все прочие добродетели Все блага временные и вечные Как засвидетельствовал сам Господь Просите, сказал он, и дастся вам Ищите и найдете Стучите и отворится вам Кто хочет спастись Кто должен по силе своей Творить милостыню душевную и телесную И вообще любить ближних Как самого себя Душевная милостыня состоит В прощении ближним их согрешений То есть оскорблений и обид Нанесенных нам ближними А также в заботе нашей О спасении души ближних Например, о научении их истине И добру Милостыня телесная состоит В посильном вспоможении Ближнему, хлебом, одеждой, деньгами И странноприимством Господь сказал Блаженны милостивые, ибо они Помилованы будут То есть спасутся Напротив того, суд без милости Ожидает немилостивых То есть немилостивым не спастись Кто хочет спастись То должен приносить Богу Которого он должен любить Превыше всего Тщательное раскаяние В своих согрешениях Как при ежедневных молитвах своих Так в особенности Перед Отцом Духовным При Таинстве и Исповеди Возвещает Богу Удохновенный пророк Беззаконие мое познах И греха моего не скрыл Сказал Исповедуй беззаконие мои Пред Господом И Ты оставил мне Нечестие сердца моего Вникните в порядок слов Изрещенных Святым Духом Сперва человек познает грехи свои Что достигается Благочестивым рассматриванием Самого себя Потом он отвергает Те оправдания Которыми лукавая совесть Обыкновенно старается Извинить грех свой Наконец кающийся человек Делается обвинителем Самого себя И высказывает Господу Пресвидетели Духовнике Все согрешения свои Отнюдь Не щадя своего самолюбия Тогда он получает От Бога прощение Беззаконий своих Апостол сказал Если исповедуем грехи наши Верен он и праведен Доставит нам грехи наши И очистит нас от всякой неправды По ощущению себя Исповеди перед Отцом Духовным Положив крепкое намерение Впредь не грешить И во всяком случае Сильно бороться с искушениями Ко греху Должно со страхом Божьим Верой и Любовью Приобщиться с святого тела Христовой Все святой крови Христовой Что вполне необходимо для спасения Господь сказал Истинно, истинно говорю вам Если не будете есть плоти Сына человеческого И пить крови его Не будете иметь в себе жизни То есть не имеете спасения Идущий мою плоть и пьющий мою кровь Имеет жизнь вечную То есть имеет спасение Должно исповедоваться и приобщаться По крайней мере во все четыре поста Четырежды в год Если же, к сожалению и несчастью Житейские заботы и до сего не допускают То непременно должно приобщиться Однажды в год Кто хочет спастись То должен великодушно Переносить все скорби Которые будут ему попущены Во время этого краткого Земного странствования Случится ли не урожай Или созревший уже хлеб Истребит саранча Побьет град Случится ли падеж скота Пожар Болезнь своя И членов семейства Смерть кого-либо Из ближайших родственников Придется ли потерпеть Гонения и обиды От сильного человека Все это должно переносить Великодушно Без ропота Особенно же без хуления Господь заповедовал нам Терпением нашим Спасать души наши Претерпевший до конца Сказал он Спасется Посылаемое Богом скорби Верный признак для человека Что человек Кто ты избран Богом Возлюблен Богу Я засвидетельствовал Господь Кого люблю Того и наказываю По этой причине апостол Так утешает Скорбящего и страждущего Сын мой Не пренебрегай Наказанием Господним И не ослабевай Будучи от него обличаем Ибо кого он любит Того и наказывает Бьет же всякого сына Которого принимает 739 страница Таково достоинство скорбей земных Когда они переносятся С благодушием А не дар Божий А не признак Усыновления христианина Богу Чтобы научиться Терпеливому и благодушному Перенесению скорбей Должно встречать Каждый приходящий скорбь Словами благоразумного разбойника Достойное по делам моим Принял я Помяни меня Господи Во царстве Твоем Также полезно Вспоминать и повторять Слова многоболезненного Иова Доброе от руки Господне принимаю А злого не стерпим Как угодно Господу Так и стало Да будет имя Господне Благословенно вовеки Желающему спастись Необходимо заниматься Чтением божественных книг Блажен муж Сказал святой пророк Давид Который не уйдет на совет Несестивых И не стоит на пути грешных И не сидит в собрании Развратителей Но в законе Господа Вся воля его И в законе его Он получается день и ночь Ум наш Как омраченный грехом Никак не может удовлетвориться По отношению к спасению С собственными помышлениями Немощными Колеблющимися Обманчивыми Ему необходимо Посредством внимательного Чтения Или тщательного Слышания Слова Божия Заимствовать из него Помышления божественные И вразумляться ими Святые отцы Называли Чтение И слышание Слова Божия Царем всех добродетелей Слово Божие Открывает нам Все греховные Страсти Живущие И действующие В поврежденном Естестве нашем Открывает все Ухищрения их Разоблачает Злобу Когда она Для обольщения Нашего Прикрывается Личиной Добродетели И научает нас В борьбе С живущим Нас грехом Спасайтесь Братья Спасайтесь Земная жизнь Каждого из нас Очень коротка Не видать Как пройдет Не видать Как подкрадется К каждому из нас Смерть Изложение Заповедей С соблюдением Которых Можно Спасти Свою душу Святой Ерма Муж Апостольский Которого Весьма Хвалит Апостол Павел Известен Своей книгой Под названием Пастырь Которая В первые века Читалась Даже в церквах Наряду с апостольскими Посланиями Думается Нам будет полезно Ознакомиться С теми Душеспасительными Заповедями Которые Изложены В этой книге Исполняя Которые Можно Спасти Свою душу Думаю 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 Внимательно Что беду Беду за бедой Беду за беду за бедуя Беду за бедуя Беду за бедуя Чаумник Крещение Не называется Покаянием Продолжение следует... Продолжение следует...